Приказ тогда был таков. Драться до последней капли крови назад ни в шагу. Мы верны были в своей воинской присяге, как и должны советские люди. И лейтенант Войсенко приказал нам остаться с лейтенантом Дубиной и держать оборону, чтобы противник не обходил правой стороной высоту, а сам должен был перебраться, командовать огневиками. Распростившись с Войсенко, я это хорошо помню, и мы его проводили с двумя солдатами, которые поползли в полощинки к огневой позиции. Мы же остались с лейтенантом Дубиной. Вы были грандиером взвода. Твердой батареи. Как вот на огневой позиции тогда уже было, когда шестая батарея фактически перестала существовать? Шестая батарея, когда перестала существовать, немец начал обходить слева фланга, и там в полощине, где наша конная тяга стояла. Тогда подошел комиссар, вот фамилия, не помню. Улькин. Улькин. Иванович. Нет, она уже не существует. Открывай огонь. Там немцы. Немцы, чтобы не прорвались, я открыл огонь. С минометом начали немцы давить. Наш левый фланг. Там грибановое орудие было. Ведведи то для прикрытия конной тяги. Грибановое орудие подбито. Ствол, значит, разорвало. Прямым попаданием. Немцы начали слева, когда мы слева обошли в шестую, и вот этим флангом в полощине, они начали пробираться на четвертую батарею. На четвертую батарею когда начали пробираться, наводчик сидит, вот фамилии тоже, не помню, во втором орудии, товарищ командир, цель, цель, движутся немцы на четвертую батарею в атаку. Тогда зародили, значит, шрапнень, вынули уже, значит, последний из зародных ящиков с передков, потому что это как инзе. Начали отбиваться промой наводкой на картечь только. Так, несколько атак, пять или шесть отбили, подбило нам. До наступления темноты. До наступления подбили нам еще одно орудие. В первом взводе осталось фактически одно. И Илюшенко, которое дальше было выдвинуто на правый фланг, то еще орудие осталось. До наступления темноты. Ясно, Большему, четвертый батарею пришлось испытать очень тяжелое положение, но она, значит, вела последний огонь. Право от огневой позиции шестой батареи с Горкин, где наступали на вас немцы. Да, 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 да. Где немцы наступали.